Утро начинается, начинается. Итак, утро Лёни. 5.30. Лёня запрыгивает на кровать, тщательно проверяя, спит мать или уже проснулась, ткнув носом в нос, носом в губы, носом в ухо или вообще усевшись хозяйке всей своей пятой точкой на лицо. Выбрать понравившийся вариант. Притвориться спящей, мёртвой, коматозной или разбитой параличом не проказит. Как в тех сюжетах, о целителях и инвалидах. Бросай костыли, вставай и иди. Вернее, подскакивай, одевайся под забывание Лёни, что он за себя не отвечает, что он сейчас обделается, что таких медлительных хозяев он ещё в жизни не видел. И беги в припрыжку с собаками на улицу, теряя тапки. 5.35. Лёня на улице, забыв про туалет. Засовывай везде свой нос. Ой, здесь шарик проходил, а здесь бобик. А эта собака вообще не из нашего района. А здесь кошак побывал, поймаю и убью, заразу. Ромыч, отойди. Чур я здесь первым мечу это место. Я первый унюхал. Наконец, все дела сделали домой. 6.10. Мам, кушать будем? Кушать, кушать. Кушать! Как рано ещё? Что значит рано? Кушать никогда не рано. И никогда не поздно. Ладно, ладно, не ругайся, подожду. 7.00. Лёня гоняет мячик по квартире и забывая проверять, не забывая проверять едовые миски. В хоккей играют настоящие мужчины. Запуливает мяч в миску с водой. Опасаясь гнева хозяйке, тут же даёт дёргать к кухне. И выглядывая из-за угла, трус не играет в хоккей. 8.00. Ура! Завтрак! Ставлю миски с едой. Лёня, обетнувшись к Масиной. Ой, а что здесь у тебя? Ага, понятно. Рома, у тебя не ясно всё, как у меня. Сделав ещё несколько заходов по чужим мискам для сравнения запахов, Лёня, наконец, приступает к еде. 8.20. Ну всё, недолго и затищет. Спит моё зверьё. Утро начинается, начинается.